Доброе утро, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Мир на изгландку». Меня взяло в плен племя людоедов, и это просто невероятное ощущение. Не переключайтесь, и вы узнаете, что произойдет дальше. Не убивайте! Не убивайте! Не убивайте! Доброе утро, дорогие друзья! Людоедов встречают гостей. Я гражданин Украины! Позвоните в посольство! Папуа – одно из самых диких мест на Земле. Но оттуда мы отправимся в одно из самых туристических – на легендарный остров Бали. Правда, увидим то, что иностранным гостям лучше даже не показывать. Он уже слился с камнем, стал единым целым. Третья остановка – самый густонаселенный остров Индонезии – Ява. Именно там мы испытаем на себе без преувеличения адскую профессию, спустившись в кратер действующего вулкана. Идем отсюда, быстрее! Не переключайтесь! Остров Новая Гвинея. Провинция Папуа. Небольшой городок Вамена в одной из самых изолированных и диких частей нашей планеты. Долина Балием. Ее открыли совсем недавно, в середине прошлого века. Сюда нет дорог. Добраться можно только на старых винтовых самолетах. Путевки сюда стоят баснословных денег, а значит, туристов мало. Но папуасы долины Балием давно намотали на ус. Древние традиции – отличный способ заработать на немногочисленных приезжих. Это сорокалетний ином Добу. В мирное время он вождь небольшой деревушки. А когда случается пришествие туриста, перепрофилируется в организатора развлекательных программ. Если вечером в Дали не звучит такой клетч, значит, приехали деньги. И завтра утром вожди всех окрестных деревушек должны быть готовы к бою. Следующим утром аборигены с утра пораньше готовятся к выступлению в роли самих себя. Мулай Мобел – вождь деревни Телелитфага. Допивает кофе, выкуривает сигарету и складывает в Нокинг, традиционную плетеную сумку, всю свою экипировку. Головной убор, похожий на корону из меха и перьев. Галстук из ракушек, чехол на пенис, катеку. И, конечно же, лук и стрелы. Все настоящее, аутентичное и боевое. Каждый день такое носят немногие вожди, а вот на работу приходится. В это самое время в пяти километрах на север жена вождя Канука Алла угощает с ужиного завтраком. Доев рис, он, как и коллега Мулай Мобел, собирает в сумку пожитки и спешит на работу. В эту самую секунду этим же заняты еще пару десятков вождей в двух десятках племен. Все они очень скоро встретятся и начнут перевоплощение. Сложный головной убор из перьев райской птицы. Украшения для тела, меховые браслеты, катеки, клыки в ноздри и, конечно же, оружие. Путешественнику, который добрался в такую даль, не поздоровится. Он на себе испытает, что такое элитный туризм по-новогвинейски. Главное, довериться гиду, который продавал тур, четко выполняя его наставления. Сказал мне просто идти в назначенное место, в назначенную деревню, и дальше все произойдет само собой. Быть готовым к неожиданностям я, в принципе, готов. Вот эта деревушка в живописнейшей долине. Просто потрясающая красота. Видна отчетливо вышка наблюдательная, с которой раньше папуасы выслеживали своих врагов. И где-то здесь должны начинаться боевые действия. Интересно, интересно. Класс. Ой, боже! Нет, 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 нет! Стою, 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 стою! Стою, стою! Да не стреляй! Не стрелять страшно! Реально страшно! Вот это да! Они появляются со всех сторон. Все как один – войны племени Дани в тыквенных катеках, прикрывающих мужское достоинство. На лицах и телах боевой раскрас. Я понимаю, что это игра, но я боюсь! Я сдаюсь, сдаюсь! Отдам все! Забирают рюкзак. Забирайте, там аппаратуры на 20 тысяч долларов. Забирайте, жить хочу. Убить его – это наша земля. Говорят, мы тебя убьем, ты ворвался на нашу территорию. Ты попал без спроса в нашу деревню. Я готов платить! Никаких денег. Смерть. Нет, меня спасает другое племя! Два племени бегут стенка на стенку, кричат, размахивают копьями, стреляют из луков и сталкиваются в игровом бою прямо возле главной жертвы. Видите, второе племя, их враги! Они заступаются! Друзья, это популацкий самый лучший в мире театр, где вы не в зрительном зале, где вы на сцене! И это очень страшно! А-а-а! Меня не трогайте! Вот так вот, дорогие друзья, начинается самое главное туристическое шоу, которое вы можете заказать на острове Новая Гвинея в окрестностях Вамины. И лично стать участниками и ощутить, что чувствовали враги людоедов! Только не ешьте меня! Я невкусный! Я невкусный! Нет! Бывшие людоеды под предводительством вождя Яли работают честно. Ничего лишнего не придумывают. Все сюжеты, которые тут разыгрывают, взяты из недавнего прошлого. Это войны между племенами за женщин и землю. Но даже понимая, что все это игра, когда на тебя накидывается два десятка страшных, агрессивных, орущих папуасов с острыми стрелами и копьями, откровенно говоря, становится не по себе. Ну что вы делаете? Я жить хочу, не ешьте меня! Я только могу себе представить, что творилось в древние времена, когда войны действительно шли. И вот так вот вели убивать. Я хочу домой! Я гражданин Украины! Позвоните в посольство! Папуасы с азартом выполняют свои актерские обязанности. И явно получают от этого удовольствие. Ужас! Я уже не хочу тебя-то, я жалею, что я заказал это развлечение. Отрабатывают как честно, это просто что-то с чем-то. Друзья, это полное ощущение реальности. Ногами вперед, не надо! Ногами вперед, еще рано! Похоже, меня привезли в деревню. Надеюсь, костер там еще не горит. Потому что сейчас будет жареный украинец. Первый в Новой Гвинеи. Нет костер! Нет! Сейчас мы тебя убьем и съедим. А-а-а! Ты хотел украсть наших женщин. Ты брал наших свиней. Я не брал наших женщин! И свиней не брал, не брал, не брал свиней. Давайте договариваться как-то. Мы в 21 веке, мы не дикарей, мы цивилизованные люди. Что с меня? Теперь ты у нас в гостях. Добро пожаловать! Наконец-то! Наконец-то этот кошмар закончился. Добро пожаловать! Резко подобревший вождь по имени Яли залыбался, фактически погладил и положил мою голову на себя. Дорогие друзья, это было незабываемо, неподражаемо. Если вы хотите ярких эмоций, не нужно идти в кино, в 3D кинотеатр, в 4D кинотеатр. Нужно приезжать в Новую Гвинею, обращаться к Яли. Стоит это не очень дорого. И вас погрузят самих. Вы сами будете участником фильма. Приглашай своих друзей. Спасибо большое! Ой, я у вас лежал на котеке. Простите, я не придавил, ничего нет? Нет, не придавил. В нашей деревне каждый мужчина должен быть в котеке. Без нее ходить неприлично. Поэтому и ты должен надеть котеку. Главный мужской аксессуар подбирают женщины. Наверное, им виднее, какой формы – кривой или прямой. И размера – большой или маленький. Должен быть тыквенный чехол. Вы мои возможности не переоцениваете, нет? Случайно. Я думаю, тебе подойдет. Друзья, теперь попробуем объяснить, как устроен так называемый фалахрипт или котека – чехол из продолговатой тыквы, который надевают себе мужчины на свое достоинство. И это является главной одеждой попуасов племени Дани. Вот эта вот петелечка одевается… Я не могу произносить это в эфире, но она надевается. И вот эта тоже надевается. Вот эта надевается, и вот эта надевается. Вот мужчине туда. А вот эта третья веревочка фиксирует вокруг пояса. Короткая веревочка. Короткая для меня. А вот другую предлагают, скрученную. Отлично. В чем еще смысл веревочки? Котека всегда должна быть направлена вверх под углом 45 градусов, подчеркивая статус котека-носителя. Ну что, попробуем. Я отвернусь от камеры. Признаюсь честно, я немного обманул аборигенов и переоделся в их одежду понарошку. Но племя все равно осталось довольно. Как-то так, нормально? Я, чтоб, прилично. Очень красиво. У кого лучше? У меня или у вас? Или у него? У тебя самый большой. Чем выше твой статус, тем больше должна быть твоя котека. На самом деле, друзья, во всем мире мужики кое-чем меряются. Только вслух об этом предпочитают не говорить. Как-то преподносят это красиво. И только в одном месте на всей планете, на острове Новая Гвинея, мужики меряются котеками и не стесняются об этом говорить вслух. Они называют вещи своими именами. И честно сравнивают, у кого длиннее, у кого больше и у кого красивее. И главное, чтобы девушкам нравилось. Правильно, девушкам котека должна нравиться? Женщинам, женам? Конечно. Сейчас ты в котеке. И женщинам это очень нравится. Ты осторожнее. Они могут подумать, что ты хочешь жениться. В семьях племени Дани практикуется многоженство. У вождя Яли, например, пять жен. Но ограничений по количеству супруг нет. Главное, чтобы мужик мог прокормить всех своих возлюбленных. У меня самый главный вопрос. После теплой встречи, которую вы мне сегодня устроили, племя Дани было людоедами. Правда или нет? Признавайтесь. Да, у нас были предки, которые ели людей. Но сегодня каннибалов уже нет. И даже как-то официальную делегацию, которая приехала изучать людей Дани, съели там очень больших начальников. Разрубили их на кусочки и бегали с их руками и ногами. А потом сгрызли всех. Что самое вкусное в человеке? Бедрышки, ножки или крылышки, ручки? Или, может быть, какие-нибудь другие части съел? Я не знаю. Я не пробовал. Но говорят, что бедра. Вам можно придумать новый лозунг, как завлекать белых людей сюда в гости. Добро пожаловать в Новую Гвинею. Дорогая закуска. Закуска. Добро пожаловать. Закуска. Как моя жена смотрит на твою котеку. Что, нравится? Он спрашивает свою жену, нравится ли ей моя котека. А жена стеснительно опускает голову. Нравится котека? Очень нравится. Я теперь почти как вождь. Покажите мне хату вождя. Пошли. Очень красиво получилось. Котека – это сердце мужчины. Вот такая у попласов есть теория. Я, конечно, симулирую немножко. Я просто зафиксировал над ремнем это. Признаюсь честно. Надеюсь, вождь об этом не догадывается. Потому что он говорил одевать все по-настоящему. Традиционный дом племени Дани – это маленькая круглая деревянная хижина с соломенной крышей. Ханай. В деревне Дани есть только один мужской дом. Остальные строения – женские шалаши и кухня. В этот мужской дом он называется пилама. Женщина не имеет права даже заходить. А если мужчине и женщине, мужу и жене, вождю и его сквор, нужно уединиться, грубо говоря, когда вы детей делаете, то где это происходит? На кухне или в женском доме. Молодой человек, я вот смотрю, пока мы общались с вождем, вы тут сидели, что-то мастерили, и только теперь я понял, вы себе в котеку воткнули пробку от бутылки. Зачем? Чтобы она закрывалась. Я буду туда складывать что-нибудь. Зажигалку положу, например. На самом деле, очень часто котеку используют как кошелек. Если край широкий, то можно положить туда деньги, сверху заткнуть какой-то пробкой или бумажкой, и вот так папуласы носят деньги. Потому что, ну, действительно, карманов нет полностью в костюме Адама, не считая котеки. Мужской дом – территория священная и запретная для чужаков. При этом зайти в женский дом можно без проблем, хотя он практически ничем не отличается. Сюда к женщинам приходят их мужья. Вот у вас пять жен, то есть у вас в каждом доме по жене. Как вы выбираете, с какой женой сегодня провести ночь? По какому принципу? Я сплю со всеми пятью. Они поднимаются ко мне по очереди на второй этаж, и мы делаем сатумайн. Сатумайн, сатумайн, сатумайн. А потом спать. То есть по очереди жены подходят по одной, на второй этаж. Там вы делаете сатумайн по очереди, и потом все вместе спите. Да, если я только с одной женой ночь проведу, то остальные обидятся. За вечер вы должны делать минимум пять сатумайнов. Да. Вы монстр! А что тут такого? Вам 75 лет. Сейчас наши телезрители посмотрят на вас и подумают, пенсионер. Но ого-го! У вас силища-то сколько получается, если вы пять сатумайнов за ночь с питью женами? У нас так принято. Всем женам надо одинаково внимание уделять. И тогда все будут довольны. Вот, дорогие мужчины, пожалуйста, берите пример. Вождь Яли. Минимум пять сатумайнов за ночь. Как говорится, а вам слабо? И при этом мы не пьем никаких лекарств. То есть никакой виагры. Только сладкий картофель. Мороз! Я люблю вкусно поесть. Кстати, пошли к женщинам на кухню. Посмотрим, что они там делают. Это наша традиционная свадебная песня. Если честно, то когда нет гостей, нет туристов, девчонки тоже так поют, танцуют? Поют по праздникам. А в обычные дни только для туристов. Мы запрещаем заходить чужакам в наши дома. Для нас дом – это священное место. Но показывать же что-то надо. Как-то развлекать гостей. Поэтому приводим их сюда, на кухню. Как же мы тогда сегодня смогли попасть в дом? Если туристов вы туда не пускаете, иностранцев не пускаете. Туристы – туристами. Но у нас есть наша настоящая жизнь. Не все продается. Вы – журналисты. И мы хотели показать украинцам наш священный быт и настоящие традиции. Поэтому для вас мы сделали исключение. Рабочий день современных аборигенов Дани – это грандиозный карнавал, где актеры играют самих себя, а реквизиты костюмы – аутентичный эксклюзив. Копье в руке, перо в ухе, клык в ноздре, катека. Отряд племени Дани во главе с вождем Яли за сотню-другую долларов готов напасть на следующую группу туристов. Напугать оружием, затащить в свою же деревню, надеть тыквенный чехол на гостя и спеть традиционную свадебную песню. И все счастливы. У попуасов есть деньги, а у туристов – фотографии для фейсбука и впечатления на всю жизнь. Пожалуй, это самый честный племенной театр из тех, что мне доводилось видеть. Это была самая туристическая часть, самого нетуристического места на планете. Но Папуа бывает совершенно другим. В новом сезоне вы увидите. Мумии долины Балием. Как страшно. Кошмар, паутина. Видно, что не открывали уже очень давно. Эксклюзив. Застывшие на века вожди. На удивление, хорошо сохранилось лицо. Секреты бальзамирования. Тело как бы коптят над огнем. И страшные подробности. Застыл в позе эмбриона. Сегодня попуасских вождей уже не коптят над огнем. Их кремируют. Это тайный ритуал, который, несмотря на запреты… Как они вас работают? Ну, все нервничают. Это можно объяснить. Нам все-таки удалось снять. Более жуткое мероприятие. Трудно себе просто представить. Тут плачут родственники. Тут вовсю работает подземная печь. Тут горит костер. Это просто ужасно. Сейчас будут выносить тело. Ну, а дальше самое интересное. Мы отправимся в сложную, изматывающую и самую опасную часть экспедиции по Новой Гвинеи. На поиски людоедов. Мы будем плыть на этой лодке дольше, чем из Украины лететь в Америку или в Австралию. Несколько суток в Каное. Неделя пешком по болотам. И мы в одной из самых диких частей нашей планеты. Племени экс-каннибалов. Каравайи. Господи, тут голые девчонки. Девчонки, привет. Их родители своих врагов ели. Какое по вкусу человеческое мясо. Оно солененькое, очень вкусное. Самую главную часть врага – сердце. Отдавали тому, кто убил. Это они строят дома в кронах высоких деревьев. Потрясающая задумка. Жить над облаками. Вместе с ними мы проживем незабываемый месяц по первобытным законам. Без кровати, душа и электричества. Девчонки, а вы зубы по утрам чистите? Как это? Что это? Будем вместе есть. Червячок, прости меня. Да, нахуй. Работать. Молодцы. Просто молодцы. И отдыхать. И построим настоящий первобытный небоскреб. Каравайский дом на высоте 30 метров. Поберегись! Целую неделю мы будем поднимать на высоту девятиэтажки стройматериалы, работая по законам каменного века. Наша команда быстро споется. И через неделю изматывающей и опасной работы на высоте дружно справит новоселье. Давайте по сальцу. Работа будет настолько необычной, что мы даже снимем фильм о фильме, раскрыв свои экстремальные телевизионные секреты. Пока камера работает, мы не должны попадать в кадр. Поэтому и я, и Саша стоим вот так вот, над обрывом. Все это и многое другое в индонезийском сезоне телепрограмм «Мир наизнанку». Не пропустите. А прямо сейчас из Дикого Папуа мы отправляемся на туристический остров Бали. Не переключайтесь. Бали – самый раскрученный остров-курорт Индонезии. Пляжи, дискотеки, отели, ночные клубы, рестораны, шоппинг и серфинг, йога и массаж, яхтинг и рыбалка, экзотические фрукты и экскурсии по храмам. Вместе с туристами на Бали пришла цивилизация. И сегодня здесь можно найти любой мировой бренд. А даже в самых глухих уголках острова у каждого болейца есть мобильный телефон. Но в это самое время тут еще остались места, поверить в существование которых в 21 веке просто невозможно. Друзья, мы с вами приближаемся к озеру Батур, названному в честь одноименного красавца вулкана и расположившемуся прямо у его подножия. Сегодня в лесу, неподалеку от этого водоема, мы с вами увидим уникальную традицию народности Бали-Ага или еще, как говорят, Бали-Мула. Такого вы еще не видели. То, чем знаменита эта народность, любому из нас с вами покажется ужасным и диким. А для болейца это норма. Что это? Мы узнаем совсем скоро. А пока в нашем мини-джипе закончилось горючее. Но на Бали это не проблема, ведь импровизированная домашняя заправка с горючим в бутылках есть в каждой деревне. Есть бензин? Есть. Отлично. Кстати, по-индонезийски бензин так и будет бензин. Девушка, давайте мне 5 литров. Сколько стоит литр? 6 тысяч. Несмотря на то, что сюда это все привозят и фасуют по бутылочкам, бензин дешевле, чем в Украине. А ты знаешь, что рядом деревня Труньян? А там есть страшное кладбище Балимула. Люди не закапывают покойников, а просто складывают их под деревом. Это ужасно. Если хочешь, могу показать тебе дорогу. Было бы неплохо. Поехали. Вот мы, друзья, секрет уже и приоткрыли. Мы едем на традиционное кладбище в деревне Труньян на родности Бали-Ага. Или, как мы говорили, ее можно назвать еще Балимула. Балимула. Балимула, да? Балимула правильнее. Ты знаешь, что это за флаг? Это флаг Украины. Это Украина. Молодец, 5 баллов. Что знаешь про Украину? Украина участвует в чемпионате мира по футболу. Предприимчивый воян схитрил и стал нашим проводником исключительно для того, чтобы бесплатно доехать до деревни Труньян. Добраться же на само кладбище можно только на лодке, которую придется искать у жителей деревни. О-о-о! Обгон опасный. Эй, подожди. Ты ищешь кладбище? А вы можете нам помочь? Да, у меня есть лодка. Могу отвезти. Как зовут? Ваянг. Дима. Езжай за мной. Тут сейчас, друзья, наводнение. Затопило все поля, все магазины. Дождь сильный шел несколько дней. Деревня мокрых ног. В сезон дождей улицы превращаются в реки, которые отныне нужно переходить по кладкам, доскам и камням. Кому-то помогают резиновые сапоги, а кому-то море по колено. Предприимчивые люди теперь разводят здесь рыбу, запустили мальков. Обычный день в деревне Труньян – это купание в озере. И в нем шестирка. Посуду можно помыть прямо в луже, а потом нарубить дров. Причем делают всю эту работу женщины. А мужики завтракают, прогуливаются в белых одеждах и наблюдают за тем, как женщины работают. Так заведено. Мы движемся по восточному побережью озера Батур, мимо спрятавшейся в живописных горах деревни Труньян. Гребем в сторону мистических захоронений. На Бали целое множество поселений Бали-Мула, но деревня Труньян – единственное место в мире, где существует страшная погребальная традиция. Складывать тела под волшебным, как верят балейцы, деревом и навсегда забывать дорогу на кладбище. Дерево особенное, сакральное, и к тому же полностью нейтрализует трупный запах. А разве это гуманно по отношению к своим родственникам? Грубо говоря, просто бросить их в лесу и не закопать землю, не предать земле? Или не сжечь, как принято у буддистов, индуитов? Наши предки так делали, и мы так делаем. А из ваших знакомых или родственников кто-нибудь так похоронен? Конечно, мой дед. Тут у каждого из нас кто-то похоронен. Мы приплыли на кладбище, вот. Немножко страшно. Вот я, кажется, уже вижу черепа. Сверху на них какие-то подношения. Рядом монеты, сигареты. Это все как бы принесли дар покойникам. Эти ворота – вход на кладбище. А два черепа его охраняют. Перед тем, как войти, нужно им заплатить. Боже, как же это страшно. Еще надо сказать особое приветствие. Оказавшись на кладбище Труньян, вы словно попадаете в какой-то голливудский фильм ужасов. Звуки джунглей, крики диких животных, полумрак, жара, влажность, а вокруг – мертвецы и черепа. Вот мы только зашли, я уже вижу под ногами кость человеческая. Очевидно. Да, в сезон дождей много воды стекает, а кости смывает и разносит по сторонам. У меня уже просто мороз под кожей от того, что я вижу. С ума сойти. То есть это все люди из вашей деревни, да? Да. Все, кто умирал в Труньяне, похоронены здесь. Здесь, в принципе, по черепам уже видно. Некоторые покрыты мхом, то есть явно здесь очень давно. А некоторые совсем свежие еще. Даже волосы остались. Смотри, в левой руке у меня один из самых старых черепов, а в правой еще свежий. У меня здесь уже очень хорошо видно, что вот эти черепа находятся здесь не один год явно, потому что он уже слился с камнем, стал единым целым. И внутри, где были раньше глаза, уже растет трава. Мух. Ужасно. Я смотрю, тут еще есть деньги. Наверное, полагается почтить память покойных, раз мы уж пришли в это место. Честно говоря, для человека из наших широт, с нашим менталитетом, это просто как картинки из фильма ужасов. Очень страшно. У нас никто этого не боится. Это наша жизнь. Вы говорили, что где-то здесь есть ваш дед. Покажете? Конечно, он там, дальше. О, Господи, Боже мой. Так тут еще полноценные могилы. Вот тут лежит мой дед, Крдим. Он умер всего год назад. Ему было 70. Я, наверное, отойду, потому что он должен побыть возле могилы своего деда один. Вообще-то жители Труньяна не ходят на кладбище и не поминают покойных. Не принято тут так. Но Ваянг подвозил нас и, конечно же, не смог пройти мимо могилы деда. Он смотрел на портрет, а потом гладил фотографию. Вспоминал деда, грустил. Его дедушка, вот он, прямо на земле, совсем рядом. Лишь плетеная клетка шалаш Анчак Саджи символически защищает тело от нашего взгляда. А в остальное время – от диких животных. Я очень любил дедушку. А расскажите, как происходит здесь похороны? У нас церемония похожа на балийскую. В деревне собирается очень много людей. Мы пьем, танцуем, а потом на лодке везем тело сюда. Здесь запрещено появляться женщинам и детям народности Бали-Муа. Прощаться с родственниками они имеют право только в деревне. Раз и навсегда. Считается, что если кто-то нарушит этот закон, деревню ждет беда. Якобы может проснуться вулкан, случится землетрясение или наводнение. Самое свежее захоронение. Какое из этих? Покажите, пожалуйста. Вот это самое свежее. Ой, боже, какой кошмар. Я даже не могу на это смотреть. Там просто ужасная картинка. Жара, влажность, сезон дождей. Процесс разложения в этом месте проходит очень быстро. Но запах действительно не чувствуется. И все благодаря ему. Вот это гигант. Настоящий гигант. Честно говоря, мне это дерево больше напоминает баньян. Но на самом деле это Тару-Миньян. Тару так и переводится. Дерево. Миньян значит ароматное, благоухающее. Считается, что оно способно нейтрализовать запахи разлагающихся тел. Говорят, давным-давно какой-то король на острове Ява за несколько тысяч километров учуял запах этого дерева и отправил своего разведчика разузнать, что же это так пахнет. Гонец прибыл. Дерево нашел. Но секрет Раджей решил не раскрывать. Сел под дерево медитировать. А чтобы скрыть его уникальный аромат, решил положить под деревом труп. С тех пор, по легенде, это место и стало превращаться в кладбище. А если дерево вдруг не справляется с запахом, значит человек был грешным. Так считают труньянцы. Кладбище труньян – зрелище не для слабонервных. Сквозь решетки из веток, защищающие тела от животных, покойники отлично просматриваются. Вокруг грязно и мрачно. Со всех сторон пустыми глазницами на тебя смотрят десятки черепов. Слушайте, страшно тут. Лучше уходим отсюда. По вулканическому озеру Батур плывут старые деревянные лодки. На берегу, в маленькой деревне труньян, идет обычная жизнь. Женщины носят на головах ведра. Мужчины прогуливаются вдоль берега. Шлепает по лужам малышня. И каждый из этих людей точно знает. Однажды и его тело на вот такой лодочке отправится под дерево Таруминьян. На Бали мы еще обязательно вернемся, чтобы увидеть не только темную, но и солнечную его сторону. Нас ждет серфинг, потрясающие красоты и опасные развлечения, которые только чудом не закончились трагически. Чтобы боги острова Бали были к нам благосклоннее, я решил даже сходить к целителю. И тут здравствуйте. Здравствуй. Очень рад с вами познакомиться. Он стал героем американского фильма «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс и самым знаменитым целителем острова. Но мы докажем, что прославленный Голливудом колдун на самом деле оказался просто клоуном. Ну, перри, перри, гуд, перри, перри, гуд, перри, 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 гуд, перри, 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 гуд, перри, гуд, да. Настоящий Бали совершенно другой. Про него не рассказывают рекламные буклеты. Мы увидим уникальный обряд подпиливания зубов. Священник постукивает молоточком по небольшой стамеске, сбивает зубную эмаль. Я стану участником настоящих буйволиных гонок. Авария! И, конечно же, мы сходим на самый веселый на острове праздник – массовые похороны. Люди радуются веселяться. Веселиться болейцы умеют. В ресторанах даже можно заказать пьяные креветки. Готовить это кулинарное чудо мы тоже научимся. Главный кулинарный секрет этого экзотического рецепта – залить креветок водкой, еще живых, и хорошенько перемешать, подождать, пока они напьются и опьянеют. В легендарном балийском театре я сыграю роль священника. Мне было так страшно. Спасибо. У меня трусятся руки. И вместе с балийцами проиграю кругленькую сумму в запрещенных боях сверчков. Чешешь ему голову, он становится очень агрессивным. Сразу бросается в бой. Ну а пока мы покидаем Бали и перемещаемся на остров Ява, где узнаем, что общего между действующим вулканом и Верховной Радой Украины. И увидим настоящий ад. Вот это мы попали в облако. Я думал, что это уже все. Конец. Дышать ствол нереально. Не переключайтесь. На острове Ява 120 вулканов. Из них 30 действующих. Сегодня мы поднимемся на вершину, а потом спустимся в кратер одного из них. По пути на вершину Иджен, а именно так называется вулкан, очень часто можно увидеть людей с вот такими корзинами-горомыслами. Давайте познакомимся и спросим, зачем они нужны. Саламат Паги, доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Супно. А я Дима. В этих корзинах мы носим серу, которую добываем в кратере вулкана возле кислотного озера. Ты даже не представляешь, какая это тяжелая работа. Вулкан Иджен или Кава Иджен? Находится недалеко от городка Баньюваги на востоке острова Ява. Какой-то сотни километров от супертуристического Бали. Но пахнет здесь не туризмом, а серой. Сера действительно очень тяжелая, как камень. Дорогие друзья, особенно это касается мужского пола, если в детстве вы снимали со спичек серу и поджигали ее, делали бомбочки, то вам этот запах будет очень хорошо знаком. Запах серый со спичек. Но немножко резче. Вы не представляете. Это просто невозможно сдвинуть с места. Тут не меньше ста килограммов. Кошмар. Это гарантированный срыв спины. И еще масса других проблем. К сожалению, эту профессию я не могу на себе испытать. Скажу прямо, слабо. Доброе утро. Доброе. Я Сулейман. Сулейман. Вот видишь квитанция. Тут написано, что в моих корзинах 100 килограммов серы. Ну что, дорогие культуристы, вы все еще считаете, что вы самые сильные? Вы мистер Олимпия. Позволю усомниться в этом. Посмотрите на этого человека. Я горжусь вами. О, вот еще один герой. Саламат Паги, доброе утро. Саламат Паги. Одной рукой. Вы посмотрите. 100 килограммов. У тебя в носу сера. Извини, конечно. Кто же тебе поможет? Жена только дома поможет. Спасибо. Как зовут? Вито. Вито, это депутаты? Да, депутаты. Они помогли тебе хоть чем-то в жизни? О, ничем. Просто футболку подарили. У нас в Украине то же самое. Свои фотографии могут прилепить на футболках. Но людям от этого что? Саламат Паги. 90 килограммов несу. Тяжелая у меня работа. Дай мне денежек. У депутатов своих проси. От них не дождешься. Нет никакого толку. Ваше пожелание в камеру всем депутатам. Да банан им в руки. Интересное выражение. Пока. Пока. На полпути к вершине находится пункт взвешивания, где каждый рабочий берет в маленьком окошке квитанцию. С указанием точного веса добычи. А спустившись с горы, получает свои честно и очень тяжело заработанные деньги. Совсем рядом дряхлая постройка, которой серодобытчики ночуют, чтобы не тратить время и деньги на поездки домой. А работу начинать как можно раньше. Да, друзья, это, конечно, не сахар. Голые доски, старые мешки вместо одеял. Вот она и жизнь сборщика серой. Спим по 4-5 человек в одной комнате. И тут тоже. Извините за сравнение, но это как собачья будка. Вот, забираешься сюда и спишь для того, чтобы на следующий день встать в 2 часа ночи и отправляться в кратер за серой, чтобы принести своим детям 8 долларов. Я мечтаю бросить эту работу навсегда. Забыть ее, как страшный сон. А сколько всего у вас здесь в кратере работников, которые мечтают навсегда забыть про вулкан, про адскую работу и больше никогда не чувствовать запах серы? Нас 450 человек. 450 человек. Как украинских депутатов в Верховной Раде. Точно. Один в один. Ты знаешь, у меня возникла шальная мысль. Учитывая, что количество людей в обоих коллективах одинаковое, можно было бы поменяться. Нашей политике давно требуется свежая икра. Все вы, сборщики серы, отправляетесь в Украину, в Верховную Раду, руководить. А все депутаты сюда таскать серу. Вот это было бы здорово. Отличная идея. Но, думаю, они не согласятся. Да и я не хочу быть политиком. Там столько коррупции. Эта работа не хорошая, не честная и не чистая. А моя честная. Ладно, пошли работать. Саламы, паги. Паги. Людям, которые спускаются сферой, очень важно не мешать. Уступить дорогу, как говорится. Потому что человек, который несет на одном плече, припрыгивая в стукилограммовую штангу, это не шуточки. Вот смотри, это кратер вулкана Иджен. Вау, вот оно, то самое вулканическое серное озеро. И вот это совсем не туман. Это пары серы. Просто потрясающе. Самое высокое и самое большое кислотное озеро планеты. 2386 метров над уровнем моря. Красивейшее и одновременно смертельно опасное. В нем не плавают рыбы, над ним не летают птицы. Зелено-бирюзовое зеркало то накрывается слоем серного тумана, то снова показывается во всей красе. Температура этого озера, не поверите, 60 градусов по Цельсию. А на глубине 200 метров смесь соляной и серной кислоты. Проверять не будем. Вот здесь как извержение идет беспрерывно. То большое облако, гриб пошел вверх, то маленькое. То есть это действительно активный вулкан. В любой момент может начаться извержение. Ты не боишься, что когда-нибудь жизнь твоя или жизнь твоих коллег может оборваться вот здесь же, на этом вулкане? Да, риск есть, но мы заранее знаем, если озеро становится серым, значит вулкан активнее. И это опасно. Мы берем выходные. Чтобы не произошло извержение, вулкан даже задабривают, приносят в жертву животных, а их головы спускают в кратер. Сера, друзья, это не только спички. Еще задолго до того, как она под 16 номером оказалась в таблице Менделеева, древние алхимики научились использовать ее в качестве удобрений, в медицинских целях и даже в религиозных обрядах. Но настоящий прорыв произошел в 10 веке, когда китайцы придумали черный порох, в состав которого, естественно, входит сера. Кроме взрывчатых веществ, при помощи серы делают краски, удобрения, бумагу, лекарства, ткани и даже косметику. Поэтому покупатели есть всегда. А тем временем к нашему и без того непростому подъему добавился дождь с ветром. Тяжело, скользко и холодно. Друзья, чем мы только еще не занимались во всем мире и в Индонезии, но на кромке кратера, возле кислотного озера, на активном вулкане, на фоне испарений, мы еще не прыгали, чтобы согреться. Там, совсем рядом, возле нас все кипит, там ад, а мы замерзли. Надо идти дальше. С этого мгновения мы начинаем спуск в кратер вулкана Иджин. Узкая дорожка между огромных камней змейкой петляет по склонам, с каждым шагом приближая нас к едкому, кислотному и очень ядовитому туману. Навстречу один за одним медленно поднимаются мужики с полными корзинами серы. Многие из этих людей поднимаются сегодня уже второй раз, а самые сильные – третий. Считайте сами. Поднялся один раз – 8 долларов, два раза – 16, а три – 24 доллара. Достаточно большие для этих мест деньги. Это укрытие, ура! Дышать стало тяжелее. Что-то печет внутри. Неприятный запах и ощущения странные. Мне это напоминает минеральную воду с сероводородом. Вода в озере – это вообще как кислота для автомобильного аккумулятора. Особенно на дне. Если попадет на кожу, можно ожог получить. Спасибо, мне нельзя. Сейчас Рамадан. Прости, пожалуйста. Я совершенно забыл. Я не знал, что ты мусульманин. Друзья, сейчас Рамадан – священный месяц для всех, кто исповедует ислам. Нельзя есть, нельзя пить, нельзя вступать в близкие отношения с женщинами до наступления темноты, до вечернего намаза. Восторгаюсь с тобой вдвойне. Потому что изматывающая работа, которая высасывает из тебя все силы, и тебе нужно их восстанавливать. Нужно питаться. А у тебя Рамадан. Да, очень тяжело. Какой запах пошел. Ветер в нашу сторону. Ужас. Кошмар, друзья. Друзья, друзья, пошел из облака сюда. Саня, Саня, держись. Вот сейчас я так, вот сероводород, впервые почувствовал, как это облако навалило. Я просто, извините, чуть весь свой обед не отправил обратно. Все три печенюшки. Вот сейчас облако расходится серное, и уже дышать можно нормально. А мы давайте покажем нашим телезрителям, как выглядит сейчас наш героический оператор Александр Дмитриев. Практически космонавт или восходительный Аверест. Ну, с Богом. Начинается самая интересная и самая опасная часть нашего путешествия. До кратера 100 метров. Чувствуется очень. На дне кратера кипит работа. Маленькие фигурки рабочих появляются и снова исчезают в желтом дыму. Спускаться вниз – по-настоящему рисковая затея. И это подтверждают предупреждающие таблички. К выходу в открытый космос готовы. Добро пожаловать в ад. Тут вообще невозможно дышать. Надо идти туда. Туда идти, честно говоря, совсем не хочется. И откровенно страшно. Детский дым с резким запахом буквально выворачивает легкие наизнанку. Но большинство из этих смельчаков даже не думает надевать респираторы. Полотенце в рот и за работу. Вот оно, производство серы. Дышать практически невозможно. Осторожно, осторожно, отойди. Объясни вообще мне принцип. Как это работает? Отсюда сера вытекает и застывает. А мы ее собираем. Ну, насколько мне известно, из-под земли идут эти серные пары. Они как бы конденсируются на этих трубах. И в результате образуются вот эти серные пласты. Все правильно. Идем отсюда, быстрее. Очень жжет легкие изнутри. Теперь я не удивляюсь, почему средняя продолжительность жизни рабочих в этом месте невысока. Опасностей серодобытчиков просто не сосчитать. К мелочам тут относятся травмы коленей и спины, которые рабочие получают каждый день, таская неподъемные грузы. Нередкость и несчастные случаи падения, камнепады. Но самое страшное – ядовитые газы, день за днем отравляющие организм. Кипящая сера. Адская работа. И все ради того, чтобы заработать от 8 до 24 долларов в сутки. А как не обжечься? Когда она кипит, это очень опасно. Но она очень быстро остывает и твердеет. Как только вся эта жижа появляется на поверхности, проходит буквально 5-10 минут и все, она сразу жесткая, каменная. Вот это мы попали в облако. Я думал, что это уже все, конец. Отходи дальше. Как только ядовитое облако рассеивается, суп наломом откалывает серные пласты. Делать это нужно максимально быстро. Каждая минута, проведенная здесь, стоит здоровья, а впоследствии – жизни. Когда дым идет в противоположную от нас в сторону, работаем. Как только пошел на нас, спасаемся бегством. В этом аду Супна работает уже 9 лет. За это время похоронил 20 друзей и коллег. Многим из них не было даже 30. Это страшно. Но других способов заработать на жизнь в этом районе нет. Поэтому Супна рискует. Его жену и 6-летнего сына кормят серо. Работа оставляет свои следы. На плече уже образовалась шишка. Видите, такого быть не должно здесь на плече. Это что-то вроде большой мозоли. И вот мужчина тоже показывает. Профессиональный мозоль. Друзья, но обратите внимание, никакой фитнес-клуб не нужен. Чтобы быть в отличной форме, нужно собирать серо. Очень скоро работать в кратере станет невозможно. В полудню ветер меняет направление, и все вокруг затягивает ядовитым, смертельно опасным серным туманом. Теперь 3 километра туда, наверх. Тот же путь, что мы прошли сегодня днем. Шаг за шагом в мокрых вьетнамках по скользкой дороге. Супна начинает обратный путь. Не обращая внимания на холод, ядовитые пары и сумасшедшую усталость, он ловко перекидывает с одного плеча на другое плетеное коромысло с серой и движется дальше. С силой на исходе. Скоро весы покажут нам 85 килограммов. Он заработал 7 долларов. Но не станет отдыхать, а снова побежит наверх. За новой партией. Таковы серые будни серодобытчиков. Адский серный рудник Иджин работает каждый день без выходных и праздников. Этот способ добывания серы самый дешевый в мире. Поэтому производство будет продолжаться, наверное, до тех пор, пока Иджин просто не взорвется, не произойдет новое извержение. Только тогда все это завершится. Мир наизнанку прощается с вами ровно на одну неделю. Путешествуйте и удивляйтесь вместе с нами. Всего вам самого наилучшего и хороших выходных. До свидания. В новом индонезийском сезоне «Мир наизнанку» и в следующих выпусках только самые эксклюзивные сюжеты. Мы научимся добывать золото. Друзья, это же мечта в чистом виде. Раньше такое я видел только в каких-нибудь приключенческих фильмах. Покажем, как вручную извлекать из недр земли другое золото. Черное. Нефть. Чувствую себя шейхом. Ниткиным шейхом. Не обойдем стороной и алмазные прииски, выискивая в грязи то, что после огранки превращается в бриллиант. Алмаз блестит даже в стучной канаве. Нас ждут уникальные знакомства. Его называют «Человек-дерево». Его руки и ноги превратились в корни. Свою ужасную историю он расскажет нам лично. Я был нормальным человеком. У меня была жена. Но потом я превратился в какое-то чудовище. А это Эви. Он трансвестит. Именно Эви воспитал человека, которого сегодня мы знаем, как Барака Обаму. Это сейчас Обама высокий и стройный. Не то, что раньше. Он был пухленький, с кудряшками. И в районе, где он жил, его называли «Барри-негро». Эксклюзивное интервью с няней будущего президента. А также уникальные истории индонезийского детства Обамы. Только в программе «Мир наизнанку». Девчонок за косички дергал. Была девочка с длинными волосами. Он все время дергал ее за волосы. Как лошадь за гриву дергают. Тараджи. Люди, которые проводят самые дорогие и веселые в мире похороны. Деньги на траурную церемонию они копят годами. А мертвые все это время остаются под одной крышей вместе с живыми. А давно он умер? Больше двух лет назад. Давно. Мы станем свидетелями того, как гигантские морские черепахи откладывают яйца. А я лично отпущу в океан 250 маленьких черепашат. Самцы больше никогда не вернутся на берег. Девочки вернутся сюда приблизительно через 25 лет, чтобы отложить яйца. Боже, весь пляж в черепахах. И найдем в джунглях самую маленькую в мире обезьяну. Долгопята. Буквально вот такой. Меньше, чем вот она человеческая. Потомки динозавров. Гигантские вараны с острова Комода. Местные называют их драконами и очень боятся. И страх вполне оправдан. Я долго не мог освободить ногу из его пасти. Было очень много крови. Все это и многое другое в новом сезоне телепрограмм «Мир наизнанку» из Индонезии. Не пропустите! И особенности нашей съемочной экспедиции. Работает, вы думаете, съемочная группа? Нет, работает вот этот штатив. Остальные все бездельничают. Я гуляю, красотами любуюсь. Саша стоит, мечтает о красивых девушках. Гиды мерзнут. Гиды мерзнут, 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 мерзнут. Не мерзните, пацаны. Ну, холодно реально, очень холодно. Хо-хо-хо-на. Штатив, спасибо тебе, что хоть ты работаешь. Новый вид жуков обнаружен на острове Бали. А я уже к маме. Обычный завтрак оператора Александра Дмитриева. Ну и меня тоже. Такой же завтрак. Наши пять звезд. Нас тут очень любят. Ой, вот я не знаю, мне бы так неудобно было спать, честно. Представляете, вот спишь, а у тебя вот такое зрелище. ПОДПИШИСЬ!